Как же я обожаю гулять в Соединенных Штатах. Повезло людям, которые живут в этих домах, потому что вид отсюда, конечно, классный. Из окон на озеро. Всего лишь 30 минут от Вашингтона. А посмотрите, люди живут в умиротворении с природой. Тут же и гуси дикие, и утки, и цапли. И бурундуки, и белочки, и олени приходят, и рыбка плавает. Гуси, между прочим, недавно только вывели своих гусят. Не вижу их сейчас, если увижу, сниму. Посмотрите, как здорово, да? Прям просыпаешься, подходишь к окну, и обалденный вид на озеро или река. Я не знаю, что это, река, озеро, без понятия. Вон там и уточка плывет. Вот так вот американцы сидят на карантине, гуляют. Наверное, в России люди живут на берегу реки или, я не знаю, озера какого-то. Ну, я, честно говоря, не видела. Но я и особо на природу не ездила в Россию. Поговаривают о медленном снятии карантина. Надеюсь, что к июню всё уладится, всё снимут. Хотя, честно говоря, я наслаждаюсь несколькими днями дома. Каждый второй день работаю. Мне скучно не бывает. Я всегда найду, чем заняться дома. Поэтому у меня будет намного меньше времени, чтобы вышивать, когда карантин снимут. Вы только посмотрите, какая красота. Азалии распустились. Весна! А вот такое странное дерево. Май. Оно как осенью. Красные листья, красивые, бордовые даже. Ну и ещё азалии. В общем, ребят, видео ни о чём. Просто гуляю и хотела показать вам эту всю красоту. Ну и так, последние новости о карантине. Читала, что на каком-то русскоязычном сайте в США, что FDA наконец-то утвердила какое-то лекарство от коронавируса. Вроде бы как помогает. Ну, посмотрим, насколько это всё правда. Вот. В общем, ребят, просто, опять говорю, в видео ни о чём. Просто хотела показать вам чуть-чуть весны в пригородах Вашингтона, Ди Си. Ну и дать маленький апдейт на то, что происходит в ситуации с COVID-19. Спасибо большое за внимание. Пока!